Основы социологии. Внутренний предиктор СССР. Современная социология окончательно зашла в тупик. Ее базовые теории и постулаты не способны адекватно отражать реальность. Поэтому сильнейшие отечественные умы взялись не за критику существующей науки, а за создание новой. Коллектив авторов «Внутренний предиктор СССР» написал альтернативный курс социологии, дающий наиболее точное представление о жизни человеческого общества. Как социологическое невежество проявляется в нашей жизни? На какие категории делятся люди по типу психики? В чем состоит специфика жреческо-знахарской власти? Почему марксизм тоже часть библейского проекта? Есть ли для человечества альтернативной катастрофе светлое будущее? Основы социологии. Шесть томов жреческого знания. Если вы учили в школе и ходили на какие-то трудовые занятия, то вам могли читать, что профессии все делятся на несколько направлений. Например, есть профессии «человек-знак». Это бухгалтера, математики, то есть люди, которые работают с цифрами, с системой, визуальной сигнальной системой. Они мало общаются с людьми. Как правило, мы знаем, кто такие ботаники, ботаны. Это те люди, которые заточены на профессию «человек-знак» и очень плохо общаются с людьми, например, на улице. Теряются. Их надо прокачивать. Им надо дать ресурсы, им надо дать практику, чтобы они через себя пропустили. Тогда они вполне нормальные могут быть специалисты в области «человек-человек». Есть еще, например, профессии «человек-машина». А у меня так получилось, что все мои профессии были одной строгой такого направления. Я человек-человек. То есть я коммуникатор. И все, что я вам сегодня расскажу, это я не вычитал ни в одной книжке. Это все наработанный опыт. Причем наработанный опыт не только потому, что я военный, меня учили в вербовке, и мы там соблазняли девочек на улицах Киева. Было такое дело. То есть у нас был раздел, связанный с вербовкой вообще. Просто вербовка. Нам читали лекции, как устроены люди, как у них устроены лица, физиогномика, хиромантия. Это, кстати, не инструмент действий, это повод зайти. Это исключительно развод лохов. То есть там на самом деле очень мало стыковок, но очень хорошая тема для разговора. А мы всегда с первого логического уровня заходим. Поэтому нам читали лекции на тему, как устроены девушки, какие знаки девушек в первый вечер не целуются. Ну, например. То есть мы точно знаем, что с козерогами надо приложить огромное количество усилий, чтобы поцелать девушку в первый вечер знакомства. Ну и так далее. И вот это не наложило большой отпечаток на мою практику. На мою практику наложило отпечаток то, что я почти 17 лет просидел на Пушкинской, в Сочи, в Анапе, в Ялте, в Одессе, в Киеве. Я рисовал портреты и карикатуры. Я портретист и карикатурист. Собственно говоря, я стал генеральным директором Ялтинской киностудии только потому, что я однажды еще за пять лет до этого, я просто однажды свои карикатуры начал превращать в мультфильмы. Ну и стал делать мультипликационную рекламу. Соответственно, у меня появилось портфолио. Я сначала поступил на работу в телеканал Интер, продюсером продакт-плейсмента, потом создал свою компанию, а потом, собственно говоря, выиграл конкурс на замещение вакантной должности и победил среди 15 соискателей. Причем таких матерых. Я расскажу, как это я сделал. Это я в данном случае не хвастаюсь, потому что это и так мой реальный опыт, и что бы с ним не поделиться. У меня все хорошо, я военный человек, у меня со смирением все хорошо, но когда есть рассказать, поделиться опытом, вы не думаете, что там Таран зазнался, он цены там себе не сложит. Нет, речь не об этом. Я хочу передать опыт, который вам позволит очень быстро включиться в работу, которая называется видеоблогинг, как основная часть системы управления или концепции управления. Так вот, эта профессия, она строится прежде всего на основе опыта коммуникаторов, у которых очень высокая степень и возможность установления правил в социальных группах. Что такое видеоблогер? По-хорошему, до эпохи интернета, видеоблогер – это синоним человека, который называется пропагандист-агитатор, ну это первого уровня ассоциации. А ассоциация второго уровня – это священник, духовник-проповедник, политработник или в некоторых религиозных общинах, например, даже есть практики такие духовные, когда молодой человек достигает брачного периода и он идет советоваться с лидером, с каким-то человеком, у которого способность устанавливать правила, жизненный опыт такой, что не спросить у него он не может. То есть в обществе есть люди, которые по способности устанавливать правила превышают средневзвешенный баланс. В Крыму в 2015 году немецкая разведка проводила исследования. Я об этом уже говорил, может кто-то слышали, но я сейчас детализирую. Дело в том, что еще в 2011-2012 году некоторые западные спецслужбы, особенно те, которые, кстати, базировались в Вене и были замкнуты на Закарпатье, ну это к нашему разговору, они разрабатывали спецоперацию вместе с Мальтийским орденом, с немцами и с американцами, они разрабатывали операцию, которая называлась «Горящий пояс». То есть Балканы, это густонаселенный регион, Крым, густонаселенный регион и Кавказ. Они Балканы испытали, Балканы вспыхнули. Кавказ, они в принципе вкачали ресурс, Кавказ тоже пылал, его погасили, но и планы были в 2012-2013 году поджечь Крым. И, собственно говоря, на это все и работало. И Крым не поджегся, по большому счету. Немцы задались вопросом, и они через обычные маркетинговые агентства начали проводить социологические опросы, почему Крым не зажегся, почему не вспыхнула вот эта вот резня, там на самом деле и были боевики завезены, и деньги были, и там везде были нычки с оружием, а их до сих пор вынимают. И они провели такое исследование, прямую часть я промолчу, а прикладная часть этого исследования очень интересно звучит. Они вычислили, что существует структура общины. Они исследовали крымско-татарскую общину, еврейскую общину, армянскую общину, ну и русско-украинскую, потому что они сразу начали разделять украинцы и русские, а потом выяснили, что это все очень, это одна и та же община. И вдруг они обнаружили, что крымские татары, евреи, армяне, там безусловно есть болгары, немцы, но они по своему удельному весу, они настолько незначительные, что в принципе вот эти репрезентативные группы оказались самыми, самыми, самыми. И оказалась парадоксальная вещь. Вот это называются общины, кроме русской, очень компактные, с высокой скоростью прохождения информации через общину и очень-очень управляемые. То есть, например, не надо даже особо заниматься пропагандой, достаточно сказать лидеру по структуре, который разнесет по своей структуре, и община, ну, в течение двух часов станет и выступит как надо. То есть, очень высокая исполнительность и очень высокая скорость прохождения информации. И это связано с тем, чего нету в нашей с вами общине. Ну, я беру обобщенную, поскольку все русскоязычные, соответственно, вы имеете отношение к русской общине. Даже если там евреи, армяне, татары там и так далее, все равно к русской общине все примыкают. Оказалось, что на тысячу человек самой общины вот в очень управляемых общинах до 150-200 духовников. То есть, людей с очень высокой способностью устанавливать правила. А у русской и украинской общины не доходит даже до 50. Казалось бы, русские коллективисты, да, община должна быть плотная, компактная, а все атомизированные, каждый живет своим. Тут есть парадокс определенный, но он тоже, с одной стороны, тут двухходовка на самом деле. Мне рассказывали такой пример, в Шарм-Аль-Шейхе делали тоже исследование. Ну, люди, просто профессия такая, они все время что-то исследуют. И они обратили внимание, что когда приезжает много русских и поселяются, они друг с другом даже не общаются. То есть, они ходят там, все угрюмые. У нас у всех на лице, улыбаться у нас считается неискреннее, это излишний пафос. Никто, ни с кем не контактирует. Приезжают немцы, французы, поляки, они сразу начинают объединяться, там, квас, там, синька и так далее, и так далее. Им все весело, они компактно, и они общаются. Но до одного момента. Не дай бог в этом отеле случится пожар, террористический акт или еще что-то. Все вот эти общины, нерусские, да, они сразу распадаются, и они становятся индивидуалистами, плачущими, которым надо, чтобы кто-то пришел и их помог. А вот в такие сложные моменты, русские, они сразу кучкуются, сразу определяют лидера, сразу начинают компактно двигаться. И вот это стало причиной того, что немцы задали себе вопросом, а что же случилось вот в этой общине. И оказалось, они потом пришли к выводу, что русские стоят сверху, эти общины безусловно считают себя, что мы крутим этой головой, вот это вроде рассредоточенная, замаскированная община. Эти компактные, но вместе они создают конгломерат, при котором авторитеты для русских, которые создаются из этих общин, все равно вписываются в общий вектор направления движения русской общины. Это, с одной стороны, преимущество, с другой стороны, недостаток. Методика, которую я, собственно говоря, проповедую, она заключается в том, что у нас есть большой недостаток стратегический. Мы, особенно на подступах к большим-большим катаклизмам, мы очень расслаблены. То есть, если жареный петух клюнул, мы собираемся. Но пока между жареным петухом и как мы соберемся, проходит время, погибает огромное количество людей. Потери большие. Только на то, чтобы русский мужик перекрестился. Соответственно, для того, чтобы упредить, нужно построить такую систему духовников, это видеоблогеры, в нынешней ситуации, когда русская церковь не выполняет своих функциональных обязанностей по уставу, когда русский генеральный штаб маскируется и не выполняет своих функциональных обязанностей, у нас возникает возможность простроить на тысячу человек определенное количество духовников, которые будут задавать основные тренды и простраивать общину. Собирать ее, потому что все слишком атомизированы. Мы вроде бы коллективисты, но в быту мы индивидуалисты, причем жесткие, мы даже соседей не знаем. Объединяться по какому-то вопросу, да это ни о чем. О чем с ними разговаривать? Но если, например, рухнул дом, то мы друг другу очень... Если у нас в Крыму была ситуация, когда blackout, люди познакомились. То есть света нет, телевизора нет, люди выносят столы, начинают знакомиться, обрататься, и они прожили 5-6 лет в этом доме, они друг друга вообще не знают. Это тоже критическая ситуация, русские начинают объединяться. И вот методика, она заключается в том, чтобы пока есть время, а его немножко осталось, его осталось по разным подсчетам от полутора до двух лет. До того момента, когда всем придется подпрыгнуть. Простроить систему управления, параллельную, которая будет связана и с системой безопасности, и с возможностью ситицентрических войн, что сирийцы у себя применили. Сирийцы, кстати, ну, там корень один с русскими, кстати, ну, если на санскрите брать. Сирийская война, она очень отличается от Великой Отечественной. То есть, в Великой Отечественной были фронты, вот здесь наши, вот здесь не наши, и шла позиционная война, шли сражения, а в Сирии все не так. В Сирии, так же, как и на Украине, это война блок-постов. Это значит, что в Дамаске есть анклавы, где распредоточены боевики, и вот этот квартал боевики, вот этот квартал правительственные войска, вот так, вот так, и все перемешано. Это современная война, которая будет, не дай бог, если мы все правильно сделаем, она не будет. Но если она доведется, то такая же война будет и здесь. Война всех против всех. Так вот, эта война заключается в том, и они применили вот этот вот способ, сирийцы, они сумели вытеснить боевиков из некоторых районов Дамаска и некоторых других городов, только потому, что они наладили вот эту сетевую структуру. Там женщины были задействованы, мужики, которые сидели на земле, они просто взяли телефоны силовиков, женщины следили за всеми перемещениями неизвестных лиц и не пускали боевиков, которые, основная стратегия заключается вот в чем. Мелкие отряды по 50 человек с автоматами заходят в район, переодеваются в форму правительственных войск и на камеру начинают вырезать местное население. Все это Аль-Джезиры начинают транслировать, начинается в ООН накатного Асада и пошло-поехало. То есть это медийная спецоперация. Вот чтобы это как-то люди сами начали придумывать и, в общем-то, женщины, гуляющие с детьми или там следящие за стиркой, они просто ведут наблюдения. Женщины все замечают. Они в деталях вообще доки. Мы не видим детали, а женщины видят. Они тут же своим мужикам по телефону, мужики сразу хлоп, они с оружием, сами мужики, они делают первичную оборону, тут же приходят войска и держат вот этот район. Не дают просочиться, потому что если боевики просачиваются, то вытеснить их уже невозможно. То есть надо сносить нахрен весь район. Это как вот Стрелков славянский сделал. То есть его выбивали несколько месяцев, только потому, что он просто, точно так же, как эти боевики, вошел в населенный пункт и занял оборону. Так вот, эта сетевая структура, что видеоблогеры в мирное время, что с распределением функциональных обязанностей семьи, рассредоточенные на площади, это есть методика ведения сети центрической войны. Только это мирное время, когда видеоблогеры берут и вещают. А есть предписания, есть уставные всякие предписания, как себя вести в военное время. Так вот, мы сейчас с вами будем говорить о мирном времени, поскольку оно сейчас в самом разгаре, а цели у нас очень простые и понятные. Достаточно общая теория управления. Внутренний предиктор СССР. В современном мире каждый человек сталкивается с гигантским потоком информации, невольно становясь объектом чьей-то пропаганды и навязанных стереотипов поведения. Коллектив авторов Внутренний предиктор СССР разработал теорию управления, которая учит правильно анализировать общественные процессы и распознавать уловки манипуляторов. Настольная книга огромного сообщества людей, именующих себя сторонниками концепции общественной безопасности. Уникальный, не имеющий аналогов инструмент формирования образно-логического мышления. Универсальная система управления жизненными обстоятельствами. Десятки переизданий со дня первой публикации. Постоянный рост интереса думающих читателей на протяжении 20 лет. Достаточно общая теория управления. Покупайте в интернет-магазине концептуал.ру Теперь о целях и задачах. Чего ради? Основная проблема Украины, которая уже легла, да? А мы еще не легли, в смысле Россия. Заключается в том, что ну вот оно все общество, да? Оно атомизировано точно так же. И есть некоторые анклавы, которые имеют совершенно своих духовников. Это и есть, собственно говоря, основная почва для развязывания гражданской войны. То есть у нас есть Бандеровский проект, у нас есть так называемый либеральный проект, у нас есть, ну предположим, я назову вещи своими именами, Хазарский проект, да? И у нас есть некий русский проект, который вообще никак не оформлен, политический. И вот эти люди всегда присутствуют. Эти люди в некоторых восточных регионах, они не присутствовали, но вдруг оказалось, что многие жители Кировоградской области, Днепропетровской и Запорожской идут воевать в АТО, причем на стороне бандеровцев. У русских тумблер перескочил. Они все государственники. И они сражаются за государство. Причем даже получается, готовы сражаться с Россией за то государство, в котором они живут. Это вот такая вот шутка, ирония судьбы. И это происходит только потому, на секундочку, что вливается от людей, имеющих способность устанавливать правила, информационный поток, а с обратной стороны государственнического русского потока, причем надгосударственного. То есть, есть русское государство, называется Россия. Есть второе русское государство, называется Украина. Есть третье русское государство, называется Белоруссия. Есть четвертое русское государство, называется Казахстан. Есть пятое русское государство, называется Сирия. Шестое Иордания, но постольку поскольку. Помните, да, историю создания Иордании? Это русские казаки, которые воевали в Турецкую войну. И, собственно говоря, там родственники потомка Мухаммеда, Но это казаки, которые приняли ислам. И они основали государство Иордания. Это русское государство по умолчанию. Там очень много русских традиций. Там при появлении русского офицера на блокпосту вот так вот все выстраиваются, потому что еще учились в Советском Союзе. И вот мы даже не знаем, сколько русских государств. И у нас даже сейчас в информационной повестке дня федеральное ток-шоу и так далее. Вот Россия, а это хрен знает кто. При этом мы не занимаемся объединением. Мы позволяем в промышленном масштабе будоражить мозги русских. Они стравливаются с нами. И таким образом достигается стратегическая задача. Стравливай и побеждай. Разделяй и властвуй. Это говорит прежде всего о том, что с нашей стороны государственной, ну вот это Запад, это Украина, вот здесь Россия. Что за 4 года, вот сразу берем разведывательные признаки, прямо метрологически, и выписываем, что происходит. Американцы в период с... В каком году Янукович пришел к власти? В 9-м, да? С 9-го по 13-й год. Казалось бы, пришел пророссийский настроенный президент. Всего лишь навсего. Ну, такой вот период времени, да? Тем не менее, произошли очень парадоксальные вещи. Верхушка пророссийская, номинально, понятное дело, они там все выходили на IPO со своими предприятиями, IPO проводят компании с английской юрисдикцией. То есть, фактически всю бухгалтерию на предприятиях Ахметова, Коломойского и других делали англичане. Это значит, что англичане являются собственниками. А это просто смотрящие за их кошельками. Получается, что при номинально российской верхушке они сумели сделать несколько вещей. Они купили, ну, понятное дело, если у них кошелек находится на Западе, там и сердце находится. Это у верхушки. То есть, они купили элиты, и это за время правления Януковича, они купили журналистов. Прямо в Киеве это выглядело так. Я разговариваю с журналистом, а я сам работаю в украинском выборе. И говорю, ну, а что вы топите за Запад? Вы что, не понимаете, чем это все закончится? Они говорят, так Россия, что Россия? Россия ни копейки не выделяет. А вы знаете, тут американцы ходят и прямо вот грантами сыпят. Вот надо вот эту тему осветить, надо вот эту тему осветить. То есть, на земле американцы работали плотно от человека к человеку и заряжали баблом. Здрасте. А мы как бы делали структурно и работали через элиту, давали колоссальные инвестиции на Россотрудничество, на тот же украинский выбор. Это как-то все пищевой цепочкой съедалось, а выхлопа не было никакого. В результате, элита, на следующий день, 22-го произошел государственный переворот, 23-го в Днепропетровске местные элиты начали валить памятники Ленина. Сразу же. То есть, это все было настолько синхронизировано. Значит, элиты, журналисты, они же блогеры, они же, например, вот эти телеканалы типа Эспрессо ТВ, Громадское ТВ, это телеканал, который делается за 100 тысяч долларов. То есть, что такое вот такие стримерские каналы, которые на самом деле производят блогерский контент? Эти каналы, через мобильный телефон ты снимаешь прямую картинку, что происходит на Майдане. Это первый вид контента. Второй вид контента, это прямые монологи подготовленных журналистов, которые проходили подготовку в Польше, в Праге, на Радио Свобода, и в специализированных местах, которые очень быстро, за 2-3 недели готовят хорошего спикера. И интервью-шоу с персоной влияния, которые тоже подготовлены, которые тоже готовили. Еще была одна группа, которая называлась «Боевики». По всей Украине готовились эти самые боевики, которые производили силовые акции. И на Майдане, а потом уже и по всем регионам. И под Корсунем, когда крымские автобусы сожгли, поубивали кучу людей. Ну и вот эти всякие операции устрашения в Мариуполе, когда 9-го мая, 8-го мая была целая войсковая операция с применением БМП, и там по разным оценкам погибло порядка 150 человек в уличных боях. Сказали, что только там человек 9-12. И в Одессе 2-го мая, тут, конечно же, все знают, 45, но это так, заниженная цифра, а на самом деле там более полутысячи человек погибло. И это, ну вся Одесса знает, просто об этом информации не вижу. Это боевики, они специально под это подготовлены, называется операция устрашения. И когда сегодня говорят, что вот украинцы наскакали, они ничего не говорят, они не выходят на демонстрацию, это просто люди не жили в оккупации, они не знают, что такое угроза там не дожить до утра. То есть там достаточно специфическая операция. Нам, с вами, живущим в Российской Федерации, надо просто понимать, что этот сценарий никуда не делся, он будет применяться и здесь. И правило номер один для блогера, надо понимать, что здесь бандеровцев или кровавых либералов, которые готовы тут резать и рвать, ничуть не меньше, чем там. По некоторым оценкам даже больше. Просто общественное давление сейчас, баланс сил такой, что они себя не проявляют. Хотя проявляют. Ну вот та же Леруа Марлен, ну это же проявляется, уши торчат. То есть вы представляете себе, если она вот при таком социальном давлении делает такой выход, что будет, если, например, тут бандеровцы возьмут, ну примерно по такому же сценарии. Здесь такая начнется вакханалия. Они ж не демократы на самом деле. Они режут и расстреливают, как пиночат. То есть, чтобы этого всего не допустить, нам нужно всего лишь навсего научиться у американцев и простроить структуру. Нам нужно найти политическое плечо, элитное. Потому что, даже если мы соберем кучу денег, мы без политического плеча можем не вписаться. Нам нужно подготовить журналистов и блогеров. Это, кстати, основной инструмент. И нам нужно наладить, так же, как сирийские женщины, связи с силовиками. Только и всего. Но вот этот фронт работы, он самый основной. Современная система обучения буквально калечит психику детей и ослабляет их здоровье. Но Министерство образования не собирается что-либо менять. В книге знаменитого педагога-новатора, доктора медицинских наук, профессора Владимира Базарного, собран 35-летний опыт всестороннего изучения развития ребенка. Как родители, сами того не зная, закладывают ошибки в развитии детей? Почему здоровье малышей в школе резко ухудшается? Можно ли воспитывать ребенка, не ломая его психики? Существуют ли приемы обучения детей в подвижной игровой форме? Что мешает внедрить методику Базарного, утвержденную еще Минздравом СССР? Как вырастить здоровое, высоконравственное поколение будущего? Дитя человеческое. Покупайте в интернет-магазине conceptual.ru Узнай больше на Conceptual.RF Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok